Всем привет, с вами Aronimos, и мы продолжаем летсплей по игре Mount the Blood Warband. Сегодняшний летсплей будет несколько необычным сразу по четырём причинам. Первая, я спал сегодня 3 часа, вторая, я сижу перед компьютером в ковбойской шляпе, третья, я купил час назад золотые часы за 26 рублей, а четвёртая, я делал летсплей в мультиплеере. Это, пожалуй, самая важная причина, о которой вам стоит знать. Я сознательно выбрал самую масштабную битву, как видите, здесь постоянно что-то происходит. О, да, я не хотел бы, чтобы вы это видели, но вы это в любом случае будете видеть. Какая жалость. Вы здесь абсолютно неиздержанный язык. Ну, как видите, в самом начале, как только вы вступаете на сиро, у вас есть возможность выбрать фракцию, выбрать вашу профессию, а также у вас есть определенная стартовая сумма, которых, кстати говоря, бывает разная всегда. От тысячи до трёх тысяч. Ну, больше трёх тысяч я не видел, меньше тысячи тоже не видел. Я выбрал Норда. Норда Пускарла, как вы могли видеть, это бойцы ближнего боя. Как и все Норды. Ну, в смысле, у них нет конец, но это не лучники. Так, это у нас что? Одноручный саводский топор. А в осаде, по-моему, всегда... Ну, я не знаю, я играю второй день, и, насколько я понимаю, в осаде всегда хорошее... Ой, много денег отстаряжение выдается. А не то, что в каком-нибудь другом режиме. Много денег, потому что это ничего не значит. Времени у нас хватит на две осады. Осада идёт... Вот, когда я играл, нашла 8 минут. Эта осада уже 3 минуты как идёт. И начинаем. Времени у меня, слава богу, маленький. Вроде как... Я прекрасно вижу, что происходит. Ловлю стрелы. Правда, пока они, опять же, слава богу, не в меня летят. Вообще говоря, это бывает на пляже. Хотя только здесь, пожалуй... А, чёрт. Только здесь, пожалуй, могут на равных соперничать Вегиры и Норда. Те, у кого есть конницы, и те, у кого конницы, нет. Но если совсем уж честно, то... Пинк у меня есть и не маленький. Или это опять задержка фпс, но в любом случае, я думаю, что... Эта серия летсплей будет не очень весёлой, потому что я буду постоянно минуту умирать. Во всяком случае, так пройдёт осада. Умные люди покупают два счета. Всё правильно. К сожалению, у нас уже, как видите, не 3000, а всего-то 26 динаров. Это значит, что мы совсем-совсем не сможем ничего купить. Если мы что-то изменим, то, как я понимаю, придётся уже что-то менять. Как видите, в левом верхнем углу показывается счёт. Как я понимаю, это значит, что в этой партии мы один раз уже захватывали их замок. Насколько я понимаю, бойцы не меняются. В смысле... Вегиры не будут атаковать замок Норда, не будут его защищать. Если вы начали за Нордов, то, соответственно, даже если раз поменяются, вы всё равно начало за атакующих будете играть за атакующих. Субтитры сделал DimaTorzok Если ещё не игра, то, может быть, я просто недооцениваю. Ну, же смотрите, откуда летят стрелы и блокировать тот угол. Ну, не угол, а направление. Чё это такое? Ладно. Знали на мешок. Это что? А, сквозь это можно пройти. Вообще, говорит, тут есть двери, которые может открыть любой защищающийся. А для того, чтобы открыть двери, нападающему ему придётся их выломать. Но, тем не менее, после этого их всё равно можно будет закрыть. И, по-моему, после этого их уже не будет нужно выламывать, даже если кто-то их закроет. Допустим, если защищающийся закрыл дверь, то нападающему нужно её выломать. Но если опять появится конь защищающийся и опять её закроют, я думаю, что второй раз её выламывать не надо. Дверь всё-таки определённый запас здоровья. И я страдаю какой-то фигней, вместо того, чтобы показывать вам интересное и познавательное видео. Но, в любом случае, я сейчас сам немного не в адеквате. И вот эта совсем немного неадекватная какая-то странная выходит. Без наполнения вообще какого-нибудь. Просто какой-то хаос. Так, ну, по крайней мере, здесь есть таймер. Я вижу, что 4 минуты прошло. Это хорошо. Хотя, не то чтобы хорошо. Я бы предпочёл всё-таки делать серию подлиннее. Ну да, да, давай, попробуем. Может быть, это будет наша первая жертва. Может быть, её не будет, кто знает. Слишком уж большая задержка фпс. Даже здесь, представьте себе. Ну, как же так, я же поставил щит. Кстати говоря... Да, только стрелять можно. Ты прав, Игорёк. О, из Башкирия. Подожди, я должен ответить. И я из... Из Башкирии. Ну, и с Маля, конечно. Несмотря на то, что я живу в маске. А-а-а, хотя на черта моя биография. В конце концов, мы здесь не ради неё, а ради игры. И игру вы получите. Мелиус. Я отлично словил хэдшот. Ладно, я надеюсь, вы извините меня за это безумие, которое творилось на экране в 8-9 минут. Я точно не знаю. И сейчас я творил нечто экстремальное. А именно, я распускаю всех подряд. А ещё я слишком рано выключил фрапс, так что... Я опять оборвал себя на полусловия. Матильт мы, разумеется, оставим, потому что у неё хорошие навыки. Вот было бы хорошо ещё графьёв скинуть. Кому-то интересно, зачем я это делаю. Просто дело в том, что Любава, которая была... Любава или её зовут? Да, Любава. Что Любава, которая до этого была всего лишь полководцем, сейчас превращается в сверхзвуковой всадник апокалипсиса. 6,5. И это ночью. Вы посмотрите. Даже днём мало кто может ездить с такой скоростью. Она ночью. А если всех пленных опустить, если Матильт опустить, это просто... О-хо-хо. А здесь 10,8. Просто чудовищно. Однако, зачем я это делаю? Наверное, за тем, чтобы... Учинить расправу и отомстить за все эти... Долгие месяцы лишений, когда я не мог понять, как делается рыцарский удар. О-о-о. Дурак, что ли, король? Обвиняет своих предательств. О-о-о. Нет, только не это. Обвиняет своих предательств, и у него и так... Такие проблемы там. Кошмар какой-то. Рискнуть, что ли? Напасть на ветеранов-родоков? Они же копейщики. Как так? Они же копейщики, а я конница. Кавалерия. О, да. Сейчас мы попираем все законы жанра. Сейчас кавалерия будет уничтожать... Копейщиков. Как это делается? Ага, управление пика у нас на авто. Это значит, что при определенной скорости пика сама наклоняется. До этого у меня управление пикой стояло, кажется, на легком режиме, и поэтому я не мог понять, как это делается. Несмотря на то, что я смотрел в настройках всякие самые разнообразные кнопки, это ничего нам не давало. И вот первый рыцарский удар, который я заснял. 185 егенц урона. Насколько я понимаю, это максимальный урон, который вообще может быть нанесен в игре. Ну, не конкретно 185, а вообще рыцарский удар. Это самый сильный урон, который можно нанести. Я думаю, что я уничтожу их всех. Так, так я и сделаю. Впрочем, разумеется, он не обязательно будет вынесся целиком. Но одним-единственным ударом я сломал кому-то щит. В принципе, достаточно всего лишь нажимать на кнопки управления, и всё. Никакой особой премудрости для этого не надо, кроме как премудрости попасть в врагу. В сердце. Чего у меня почему-то уже в третий раз не получается. Ну ладно, что ж, прям мудрости, я вот и премудрости. Вот, 302 единицы урона, посмотрите, это... Это просто рекорд для меня, честно говоря. 302 единицы. У меня никогда такого не было. 76 единиц. В четыре раза заменеешь, но я всё равно смертельно. Счерпабельно, насколько я понимаю, ни у кого не бывает больше 60 единиц. Ну, разумеется, если это не специализированный какой-то там громил. Не смейте убить лошадь. Лошадь здесь ни при чём вообще. Вообще говоря, они начинают меня раздражать. Но, тем не менее, я буду с ними веселиться. Разумеется, разворачиваться надо медленно, а не так я сейчас сделал, потому что она же скоро спадает, и возможность нанести рейтерский удар теряется. Ну, мне уплевать, времени у меня полно. Если что, мне нравится, мне будет это выглядело, всегда. А вот лошади это уже не скажешь. Лошадь, она в конце концов, животная чуткая. Она и блиться может. И ещё один рыцарский удар. Вообще, говорят, немного скучновато. Ладно, убьют этих вот ребят, и всё, и покончим с этим. Мы когда-нибудь видели, как в интернете расправляются со всадниками. Это действительно надо видеть, когда какой-нибудь турок на бешено несущегося на него всаднику просто прыгает с огромным тесаком и срубает его с коня. Я не знаю, от чего зависит урон, наносимый во время рыцарского удара. Наверное, от точности попадания. По всему выходит, что вот 32 единицы урона я нанёс просто, пробив ему копьём череп насквозь. Это, конечно, не Дворфортресс, где можно снежком убить человека, попав его в глаз. По-моему, я это уже говорил в последнее время. Ну, неважно. Если я это говорил, то я вам напомню, что там такое сделается очень просто. Ой, прошу прощения. 365 единиц урона. Это просто шедевральный удар. И он может занести вовсе рекорда. Несмотря на то, что у меня было плюс 500% к силе удара, у меня до сих пор сохранился этот скриншот, всё равно больше, по-моему, полутора сотен я никогда не был. 260. Как же отчёртый брико удар. 422, вы это видели? Это, я не знаю, этот день приносит мне всё больше и больше радости. Да. Если вы любители почитать в 5 часов утра Маха Бхарату, тогда, разумеется, вам понравится это времяпрепровождение. Потому что мне нравится. Ну, последний, давай. Крепкий орешек. Ну, с тебя уже 3 раза мимо тебя проезжают. Первый раз, наверное, щит сбил. И всё-таки, да. Я хотел бы, чтобы это был рекорд, но нет. Чего нет, того нет. Всё, я всех убил, 15 человек. Так-то. Так-то. Вот, как это просто делается. Всё это можно продать, разумеется. Я так и сделаю, пожалуй. Ну, наверное, вот и всё, о чём я хотел рассказать. Точнее, рассказать-то я ничего не рассказал. Может быть, показал кое-что. И то весьма глупо, потому что в мультиплеере я никак не могу тягаться с людьми, у которых выключен фрапсы и не давит фпс. А в одиночной игре, знаете, на 15% сложности нет никакого геройства в том, чтобы в одиночку уложить 15 врагов исключительно рыцарским ударом. Нет-нет. Просто это красиво. А я люблю, когда это красиво. Ну ладно, в любом случае, с вами был Иронимус и Любава. Я абсолютно, точнее, я совершенно, я вообще никак не гарантирую, что будет ещё какая-нибудь серия сегодня или даже завтра. Но, скорее всего, завтра я всё-таки встану пораньше и запишу пару серий, прежде чем уехать в Новогиреево. Но посмотрим. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Всем пока.